12 ноября Святая Церковь чтит память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его, святой мученицы Зиновии. Священномученик Зиновий, епископ Егейский, и сестра его, Зиновия, претерпели мученическую смерть в 285 году в Хиликии. Они с детства восприняли святую христианскую веру от своих родителей и вели благочестивую, целомудренную жизнь. В зрелые годы чуждые сребролюбия раздали свое имущество нуждающимся. За благотворительность и святую жизнь Господь наградил Зиновия даром исцеления различных болезней. Он был избран епископом христианской общины в Хиликии. Прибывая в святительском сане, святой Зиновий ревностно распространял веру христианскую среди язычников. Когда император Диоклетиан начал гонение на христиан, епископ Зиновий был первым схвачен и доставлен на суд к правителю Лисию. Лисий потребовал от епископа поклониться идолам. Святой ответил, По приказу Лисия, святителя прибили к кресту и начали пытать. Сестра епископа, видя страдания брата, пожелала их с ним разделить. Бесстрашно исповедовала она перед гонителями свою веру во Христа, за что также была отдана на мучения. Святые были обезглавлены. Преститель Гермоген тайно предал тела святых мучеников погребению. Что же нам важно усвоить из жития священномученика? Прежде всего необходимо осознать истину жизни с Богом. Священномученик Зиновий и его сестра, постигнув суетность мира, решили следовать Христу. И Господь, никогда не оставляющий упывающих на Него, обогатил святых своими благами за розданное нищим богатство и дарвал Зиновию силу чудотворения. Описанные мучения, которые претерпели святые за свою веру, побои, раскалённое железо, кипящий котёл и их стойкость во время невыносимых пыток, говорит о том, что их души познали Бога, соединились с Ним ещё на земле. Но как возможно познать Бога? Преподобный Юсин Попович говорил, «Единственная возможность для человека сделать себя восприимчивым к спасительному и правильному богопознанию — это очистить себя от греха. Ведь только чистые сердцем могут узреть и познать Бога. Это достигается благодатным возрождением человека и всех его органов познания путём упражнения в евангельских добродетелях. Упражняясь в благодатных евангельских добродетелях, человек очищается от греха. Очищаясь, приобретает истинное богопознание, и в его душу сходит небесная мудрость. Истинное и спасительное знание о Боге человек приобретает, если через Святое Откровение и через этот мир, освященный Светом Мира, шествует благодатными подвигами, очищенным сердцем и просвещенным умом. Да прославим и мы, православные христиане, крепкой верой и добродетелями Отца и Сына и Святого Духа Единого Бога. Молитвами же святых мучеников Твоих, Христе Боже, спаси души наши». Субтитры создавал DimaTorzok